они как всегда выходят у меня из подъезда 1 и стоят меня ждут возле подъезда тышь свежим воздухом я всегда спускаюсь от минуты до пяти где-то на такое время выхожу у меня стоит одна дочь и говорит что диму украли сразу позвонила сотрудникам полиции и тут я обратила внимание что у меня в телефоне смс-сообщение перезвоните мне номер совершенно незнакомый тут сразу мне мысли закрутили что неспроста это сообщение позвонила на том проводе оказался мужчина который сказал что дима у нас и что если вы будете выполнять все мои требования то я тогда оставлю его живых если нет то мы его отвезем в лес я не живозер издеваться там не буду просто отвезем в лес и соответственно понимаете на улицу холодно там просто замерзли а он сказал мне что у меня есть 40 минут на то чтобы собрать деньги и доехать до самара да я начала эти деньги собирать потому что я понимал что за мной же не один день следили суть потому что знали всю мою жизнь его сколько я выхожу и как дети выходят я брала эти сказку на 2 миллиона конечно человек понимает что сумма крупная каким образом я буду их возвращать и вообще непонятно вернется ребенка или нет можно же положить деньги ребенка все равно не вернут я мне позвонил супруг сказал что один нашли в этот момент то есть это уже более-менее меня успокоило вот я конечно первый момент не верила и просила сотрудников там фотографии присылать что действительно правда что ребенка не перепутали что это он когда я увидел фотографии действительно что да вот он сидит в отделе что все нормально тогда у меня уже отлегло и можно было дальше что-то делать то есть я уже шла и не боялась за его жизнь поэтому уже и выполнял все требования сотрудник все что они говорили все делал сотрудникам полиции безмерно благодарны потому что они ребенка нашли и денежные средства остались и сотрудники все психологически меня поддерживали хотя я там может сказать истерики вы устраивает